Продолжение следует... Действительно непростая задача говорить что-то, что будет полезным и уместным для людей с такой смешанной аудиторией. Но я постараюсь что-то сказать. И сначала небольшое введение. В основном я буду пытаться оперировать абсолютно нейтральными терминами. Небольшое введение сначала. Каждый из нас хочет стать успешным. Это стремление к успеху заложено в каждом человеке. Каждый хочет каким-то образом влиять на этот мир. У каждого есть желание ощущать, что его жизнь просто не зря. В то же самое время мы видим, что в очень большом числе случаев либо человек не достигает успеха, либо достигая успеха, подобно Астапу Бендеру, говорит, что исполнилась мечта идиота. Разочаровывается в том, чего он достиг, и понимает, что он шел куда-то не туда. И много лет тому назад мне попалась книга, которая является бестселлером. Книга Стивена Кови. Книга «Семь привычек высокоэффективных людей», где он изучил, собственно, секрет успеха. Где он выделил эту компоненту успеха и сказал, что все люди, которые достигали успеха в этом мире, они обладали определенными общими качествами. Несмотря на их индивидуальные особенности, у них были какие-то характеристики, которые являются фундаментом. Успех или победы. На санскрите успех называется «сида». Сида значит совершенство, сида значит успех. И когда я прочитал эту книгу, много лет тому назад она стала бестселлером, она так или иначе по-прежнему изучается людьми. Но меня поразило, что все то, что я там прочел, имеет очень много общего с ледическим описанием. что в сущности законы успеха, законы победы в этом мире остаются универсальными. Законы осмысленной жизни, законы жизни, которые в конце концов приводят к какому-то значительному результату, они общий. И на стыке этих двух материалов, то есть, с одной стороны, материалы ведической культуры, с ее накопленной мудростью, и с ее какими-то формулами, которые есть, и того, что сказал Кови, возник этот семинар небольшой. Я вам смогу только очень пунктирно объяснить, что я обычно рассказываю. Я недавно три дня по три часа давал масмет семинар, и то он не поместился. Поэтому я как-то немножко галоком по евроку пройдусь по нему, но основная цель этого, или основной тезис этого, в том, что есть некие универсальные законы, которые не меняются. Что сделал господин Калли, Стивен Калли. Он просто эти же самые законы в определенную упаковку затолкнул, и в этой упаковке современным людям их легко понять. Но о том же самом, ровно о том же самом написано в ведических писаниях, которые насчитывают как минимум 5000 лет назад. 5000 лет. И о тех же самых вещах люди размышляли, думали 5000 лет назад. И, в общем-то, в соответствии с юридической культурой гораздо раньше. Первый смысл, или первое послание, то, что есть некие универсальные законы, и второе послание, это то, что, в общем-то, чтобы человек прожил богатую, осмысленную, глубокую жизнь. Не просто скользил по поверхности событий, явлений. Ему обязательно нужно пытаться применять эти законы в своей жизни. Не пренебрегать ими. Не пытаться пренебрегать. Найти, понять, и пытаться применять в своей жизни, как бы сложно это ни было. Но, к сожалению, для того, чтобы применять эти законы, есть некое препятствие в нас самих. И в том числе мы об этом препятствии тоже будем говорить. И я сегодня, опять же, немножко пунктирно пропускаю какие-то вещи, поэтому мне нужно будет пролистывать много слайдов. Но я попытаюсь сказать о... Это третье уже более конкретное, что ли, послание, которое я буду рассказывать. Я попытаюсь сказать о том, каким образом устроена в соответствии с ведической культурой и ведическими представлениями наша психика, наше эго, наш разум и как нужно всем этим пользоваться. Потому что наш ум это всего лишь навсего инструмент. Исходя из ведических представлений, которые никак не проявлены, вернее, ясно не проявлены в этой книге, есть душа, и у души помещенные в это тело материальное. Есть два инструмента, которыми она пользуется. Один — это грубый инструмент, инструмент нашего тела с органами чувства, органами восприятия. Другой — более тонкий инструмент, инструмент ума. И эволюция, деградация души, ее предназначение, ее следующая жизнь очень сильно зависит от того, каким образом мы пользуемся этими инструментами. И если говорить о какой-то конкретной специфике, то я буду немножечко говорить о том, как пользоваться двумя очень важными инструментами, имеющимися в нашем распоряжении, именно на тонком уровне, то есть инструментом нашего интеллекта или Будды, инструментом эго или ложного эго. Ну вот в двух словах то, что я попытаюсь сказать. Хорошо? Согласны? Окей. Это Ясадев, автор лидических писаний, один из величайших мудрецов и духовных маяков человечества, который много-много лет того назад написал глубочайшие философские труды пять тысяч лет назад. И до сих пор сохранилось место, где он творил, высоко в горах, в Гималаях, в Бадарикашевне. Есть его бещера, это вход в эту бещеру. И придя туда, можно соприкоснуться как бы с этой мудростью, которую он создал. Вполне реальная личность, хотя конечно же многое ушло. И с другой стороны, как я уже представил, есть эта книга «Семь навыков высокоэффективных людей». В принципе, дурацкое название и все от начала до конца, но книга хорошая. Книга очень хорошая, тем не менее. И соответственно, автор, наш современник, человек, на мой взгляд, выдающийся. И хотя он не раскрывает какие-то свои религиозные принадлежности, насколько я понимаю, судя по тому, что он живет в штате Юда, он мормон, но он говорит об универсальных вещах, которые не имеют отношения к каким-то сектантским обозначениям. и собственно, я уже сказал о чем этот семинар. И он отвечает на несколько вопросов или несколько проблем, которые мы все чувствуем. При всех впечатляющих каких-то достижениях современной цивилизации, современная цивилизация, она улучшила внешнюю среду, но ухудшила человека. Это парадокс современной цивилизации. Ухудшила, скажем так, в каком смысле? В смысле того, что люди в наше время, они постоянно находятся в состоянии стресса, в состоянии какой-то подавленности. И это данные из интернета, это три основных проблемы с точки зрения психологов, которые люди испытывают здесь. сейчас в этом мире при как бы увеличивающей количестве удобств, приборов, приспособлений, которые должны нас сделать счастливыми, люди испытывают стресс, люди испытывают чувство опустошенности, бессмысленности и чувство одиночества. Все в меньшей и меньшей степени люди способны вступать в какие-то глубокие, приносящие настоящее удовлетворение отношений, разрушаются наша жизнь и наше общение и в конце концов люди не чувствуют счастья. И до какой-то степени ответ на этот вопрос есть от семинара, картинка современной жизни. Человек бомбардирует информацию со всех сторон, он в этом море информации пытается понять, что же ему делать, как же ему жить здесь. Это цитата из Эриха Фрома, хорошая очень. Сегодня мы имеем дело с индивидуумом, ведущим себя подобно автомату, который не знает и не понимает самого себя. Знает он лишь того человека, которого ожидают в нем видеть, человека, чья истинная боль сменилась чувством тупого отчаяния. Об этом человеке можно сказать, что он страдает от утраты непосредственности индивидуальности. Еще один сиптом или еще одно проявление того, что люди, разлученные с самим собой, в основном понимают не себя, а видят как бы свое отражение в социальном зеркале. Они подстраиваются под это отражение, пытаются понять, что же делать, исходя из ожиданий других людей, но они понимают, что нужно им самим. какова моя задача, мое предназначение. Большую часть времени люди пытаются подстраиваться под среду, думая, что таким образом они станут счастливыми, тогда как на самом деле секрет счастья в том, чтобы найти себя, понять, кто такой я, и жить в соответствии с этим. И очень важный принцип успеха. мы все так или иначе живем какую-то свою жизнь. И кто достигает какого-то успеха, где-то, как-то, но часто мы также сталкиваемся с какими-то паттернами в своей жизни, с какими-то вещами, которые повторяются снова и снова. Есть, скажем так, профессиональные неудачники, люди, которые просто уже махнули рукой, они знают, они даже уже не начинают ничего, потому что все равно ничего не получится. Есть люди в промежуточном состоянии находящиеся, есть люди профессиональные победители, но и в том, и в другом, и в третьем случае человек, если он действительно будет вести осознанную жизнь, а смысл этого семинара в том, как найти, как осознать себя и вести осознанную жизнь, человек должен понимать, как он может изменяться. Это, пожалуй, самая большая задача, которая стоит перед нами, если мы хотим добиться успеха, потому что у каждого человека есть понимание того, что что-то, что у него есть слабость. И очень важно понять, куда, в каком направлении мне изменяться и как изменяться. Это искусство трансформации очень сложное искусство. И сейчас, к сожалению, трансформация заменена информацией. Ведическое знание, смысл ведического знания в том, чтобы помочь человеку преобразиться изнутри, поменяться изнутри. Смысл современного обучения в том, чтобы напичкать человека какой-то информацией. часто не переваренный. И об этом мы будем говорить, и это некий символ. Если вы были в Низдане, в храме с вами Нарайана, там есть это, я знаю, есть там оригинал, по-моему, у них в Индии, но это некий символ того, что человек должен делать со своей жизнью. Он должен сам ваять себя. Он сам свой собственный скульптор. и это бы еще полбеды, если бы он был просто скульптором. Но он же еще из тамеска, он же камень, в общем, все он. То есть, нам нужно понять, кого я из себя должен в конце концов изобразить. Часто люди не делают этого, но недостаток этого в том, что человек, который не понимает, каким образом ему менять себя, он в конце концов начинает ощущать себя жертвой. Жертвой обстоятельств, жертвой среды. Но на самом деле это его вина. Он не взял как бы вожжи своей судьбы в свои собственные руки и не попытался что-то поменять. Тогда как каждый человек может это сделать. В этом смысл и предназначение человеческой жизни. Я пропускаю часть, касающаяся дармы. Дарма это как раз те самые законы, о которых я говорил в самом начале. Единые универсальные законы, исследование которым неизменно приводит человека к успеху. Я уже сказал, что успех это не понятие современной жизни. Это понятие, которое всегда было у человека. И рецепты этого успеха они может быть были разные в каких-то своих деталях, но на самом деле основа у них одна. Это есть люди, как правило, используют два метода решения проблем, которые возникают. Первый метод люди пытаются поменять все вокруг себя. Мы знаем, Великая Октябрьская социалистическая революция была одним из таких смелых решений. Поменять что-то вовне себя, поменять мир. И для этого часто людям приходится манипулировать другими людьми, чтобы заставить их делать то, что мы хотим. Манипулировать обстоятельствами вплоть до самых радикальных мер, которые применяли большевики, когда расстреливали всех, кто не соответствовал их представлениям о вечном счастье. Но очевидно совершенно, что этот метод не работает. Что мы все хотим улучшить свою жизнь, но улучшить свою жизнь есть один единственный рецепт для этого. Это поменять самого себя, понять, что мне нужно улучшить. Моя жизнь вокруг меня изменится естественным образом, сама, автоматически, если я пойму, что мне нужно, что делать с собой. И опять же, в качестве нескольких вступительных слов, есть поэтому множество различных семинаров такого типа. Множество книг, как приобрести друзей, как научиться хорошо говорить, как сделать то, как сделать все. Но, как правило, особенно в последнее время, все они сосредотачиваются в психологических тренингах, они все сосредотачиваются на каких-то поверхностных поведенческих рефлексах. Пытаются объяснить человеку, как ему нужно вести себя для того, чтобы достичь того или иного успеха. То есть, в сущности, опять же, объясняют человеку, как ему манипулировать обстоятельствами. Не объясняют человеку гораздо более важных и существенных вещей, как поменять себя у самого корня, у самого основания. У меня есть знакомая Марина Таргакова, она хороший психолог, знаменитый психолог, лектор, и она рассказывала про свою пациентку. Пациентка завсегдатой всех психологических тренингов, всех семинаров, и у этой пациентки тяжелые отношения с дочерью, собственно. Никак она не может, дочь ее ненавидит, она ненавидит дочь. И однажды, когда она пришла с очередного психологического тренинга, дочь ей в сердце сказал, мама, я тебя ненавижу, но больше всего я тебя ненавижу, когда ты приходишь после психологических тренингов. Почему? Потому что я знаю, что ты сейчас, ты станешь хорошей, ты на какое-то время меня обманешь, и я поддамся на твои какие-то, ты научилась каким-то новым трюкам, каким образом себя вести, ты попытаешься что-то сделать на поверхности, но так как внутри ничего не изменилось, я знаю, что в конце концов я буду разочарован еще больше, потому что твоя природа вылезет из всех этих трюков, из всех этих каких-то рекомендаций, вот, и, к сожалению, большая часть вещей, которые люди делают, они делают, задевая какие-то очень поверхностные слои своей природы, не меняясь в корне, там, где нужно меняться. если поменяться где-то там у самой глубины, у глубины основания нашей личности, то тогда все остальное выстроится естественным образом, тогда как если поменяться на поверхности, то это будет в конце концов лицемерие, обман, и в конечном счете это не приведет человек к успеху, не даст человеку удовлетворение, то есть распространенные рецепты, дешевые рецепты успеха, это позитивная ментальная установка, думайте, будьте оптимистами, настройте себя позитивно, в принципе это неплохая вещь, но она вся будет работать только тогда, когда что-то внутри у человека тоже есть, какое-то ядро есть, какие-то техники влияния на людей, приемы общения и так далее, это много всего, вот, почему, потому что это все учит человека как казаться, не как быть, она не затрагивает бытийные основы, она не затрагивает основы нашего бытия, я, наверное, пропущу эту часть, но я, так как я пропущу ее в своей презентации, я скажу два слова сейчас, что когда Стивен Ковер говорит о навыке или «7 Habits of Highly Effective People» и оригинальное название этой книги, он под «habit» подразумевает не «навык», мы знаем, «навык», правильный перевод, будет «скил» на английском, и даже не «привычку», можно было сказать «привычка», «7 Habits», он подразумевает «7» фундаментальных характеристик, онтологических характеристик человека, бытийных характеристик человека, «7» способов правильного реагирования на жизнь, управление своей жизнью, то есть речь идет о гораздо более глубокой вещи, чем просто, потому что навык – это опять же некий прием, речь идет не о навыках, речь идет о том, что мы должны, какие цели в глубине себя мы должны поставить, и где зарыты собак, где проблемы в нашей жизни, и как до нее докопаться. И тут хорошие цитаты из Генри Дэвида Тароа, американского философа, касающегося наших попыток исправить себя, поменять себя, изменить что-то коренным образом в своей жизни. «На тысячу обрывающих листьях дерева зла находится лишь один рубящий его подковник». Как правило, люди предпочитают косметические изменения в своей жизни, но часто, не потому, чаще всего, потому что они ленивы, и лень, как известно, родилась даже еще до Вьясадевы, гораздо раньше. Лень – это очень существенное качество, но часто даже люди хотят что-то поменять, себя, но не знают, как, не знают, что надо менять, как менять, и, собственно, об этом мы и будем говорить. Окей. Первая небольшая вещь, ну, скажем так, первое, что ли, какой-то материал, на котором основана эта книга, и на котором в сущности основано также ведическое писание, то, что у человека появляется желание меняться, и он может себя поменять, но в основе всех перемен, которые с нами лежат, лежит наш взгляд на мир, парадигма. мы часто не отдаем себе отчета в том, что у нас есть некие глубокие установки, сквозь которые мы смотрим на мир, ментальные призмы. Мы видим не мир такой, как он есть, мы в сущности видим свое собственное отражение в мире. Есть санскритская поговорка «атма ван маньятей джагат». Человек видит себя в мире. Он видит свое собственное отражение, он видит мир таким, какой он есть. И мы часто не отдаем себе отчеты в этом. Мы думаем, что мы видим мир таким, как он есть, правильно? Каждый думает, я вижу объективную реальность. На самом деле, никто не видит объективной реальности. Все смотрят сквозь некоторые очки, и эти очки называются обусловленностью нашей. Мы обусловлены каким-то знанием предыдущим, каким-то опытом, который он был, воспитанием, которое мы получили. И мы воспринимаем этот мир или реальность сквозь эту призму, и до тех пор, пока мы не поменяем призму, мы не сможем поменять себя или своих реакций на эту реальность. Это вещь очень могущественная. Если мы поменяли призму, то очень легко увидеть все по-другому и действовать по-другому. Есть много историй, которые иллюстрируют это. Иногда мы смотрим на человека определенным образом, а мы привыкли его видеть определенным образом, и мы приписываем ему какие-то мотивы, еще что-то такое, не понимая, что на самом деле творится. Но когда мы вдруг узнаем, какой человек, вдруг он предстает перед нами другим. были наверняка у каждого из вас ситуации, когда вдруг мир представал другим. Что-то менялось. В частности, в моей жизни была такая ситуация, когда я аспирант занимающийся молекулярной биологией в институте молекулярной биологии вдруг прочитал Бхагавадгиту и понял, что не все так просто, что мир не сводится к метахондриям и рибосомам и другим уважаемым элементам реальности. я помню этот затянувшийся, растянувшийся на несколько лет период смены парадигмы, смены видения мира. Я смотрел на мир одним образом и видел в мире то, что я видел. Некую, скажем так, некую материальную реальность, некий хаос, в котором нужно было с трудом находить какой-то смысл. и вдруг по истечении этого времени перемены парадигмы я вдруг увидел, что мир другой, что есть Бог, который стоит за всем этим, есть какой-то смысл, что ничего случайного нет, а это все было случайно. Я читал относительно недавно книгу по эволюции, по молекулярной эволюции, там человек, который возникла жизнь, говорит, что когда первая амеба вышла из первого океана, она пошла налево, если бы пошла направо, жизнь стала развиваться по-другому, то есть тогда как раз мы были на самом главном перепуте, когда амеба пошла налево, а не направо, или направо, а не налево, поползла. То есть это некая парадигма, некий взгляд, все случайно, все просто так вот случайно, выросли такими, могли бы быть другими, могли бы разумными мухоморами вырасти, если бы она попала куда-то, еще все пошло в другую, это один взгляд, одно представление, и что я хочу сказать, смысл-то вот в чем, в том, что я пытался менять какие-то свои привычки, или какие-то свои установки, или еще что-то такое, до этого, и ничего не получалось. Но когда поменялась моя фундаментальная установка, мое видение мира, мне вдруг очень легко было многое поменять в своей жизни, мне легко было поменять свой образ жизни, потому что поменялись мои представления о самом себе. очень часто именно эта причина каких-то наших проблем, мы пытаемся поменять что-то вне, во вне себя, в каких-то внешних слоях своей жизни, не поменяв своего видения мира, или своего понимания своих каких-то фундаментальных ценностей. Тогда как если мы их поменяем, то все эти вещи легко поменяются. часто люди пытаются избавиться от каких-то дурных привычек, бросить курить, например, это очень сложно, бесконечно сложно. Правда, Марк Твен сказал, что бросить курить очень легко, я делал это много-много раз. Чтобы опять же объяснить, что это очень сложно. Но потом что-то случается, что-то происходит в нашей жизни, человек бросает, например, он сталкивается лицом к лицу со смертью, с пониманием того, что ему приходится умирать, и что это может быть. И он меня очень быстро бросает это все. Потому что что-то на более глубоком уровне поменялось, и поменять там это можно. Есть иллюстрация простая этого всего. Есть определение парадигмы, система наших взглядов, которая определяет наше поведение. И когда парадигма меняется, поведение меняется само собой. мы хотим поменять что-то в своем поведении, но ключ к этому поменять представление, поменять парадигму. Я буду говорить о нескольких, трех-четырех таких мировоззренческих установках, которые находятся в основе наших представлений. и пример наверняка многие из вас слышали, если мы посмотрим сначала это изображение, то в этом изображении мы увидим молодую женщину. Почему? Потому что она нас уже определенным образом настроила. Если мы увидим это изображение сначала и посмотрим на ту же картинку, мы увидим старуху. то есть иначе говоря, я не знаю, наверняка вы все это на колоку знаете, или многие знаете, в этой картинке две картинки, в зависимости от того, как я запрограммировал себя, я увижу либо одно, либо другое. Сейчас вы можете увидеть и то, и другое, или то, то, другое. То старуху, то молодую женщину. То есть понятно, да, это некое первое положение, которое мне хотелось сказать, нет никаких вопросов по этому поводу. Мы пойдем дальше, и я собственно сейчас введу одно очень важную вещь, одно очень важное положение, на которое мне хотелось бы остановиться. так окей, я не буду объяснять, как менять парадигму, но пропустим это. это я тоже пропущу, я уже хотел сказать, вот, это некая первая вещь, с которой мне хотелось бы уже давать на такой серьезный материал для вашего размышления. он весь принесет вам пользу, только в том случае, если вы не просто послушаете, немножко развлечетесь сегодня, а попытаетесь потом подумать над ним, поразмышлять, подумать, как применять его в жизни. Первая вещь очень важная, человек инстинктивно понимает, что он должен расти и развиваться. Этот принцип самосовершенствования заложен в нас. Человек духовен по своей природе, а у духа есть желание постоянно совершенствоваться. Мы имеем двойную природу, у нас есть тело, и тело оно хочет покоя, наметили, да? Оно хочет оставаться, оно хочет сохранять некий статус кво, и это в сущности значит смерть, потому что тело по природе своей несет в себе смерть. Есть дух, дух не хочет покоя, дух наоборот хочет постоянного расширения движения, развития, дух хочет бесконечности, и мы находимся, и посередине этого есть ум, и ум пытается понять, что же делать-то, либо пытаться так или иначе следовать тому, что хочет тело ленивое, неповоротливое, которое хочет покоя, статус-экво какого-то, постоянства, стабильности, либо следовать за своим духом, который хочет развиваться, идти, двигаться, жить. Но ответ очень простой, на самом деле человек не должен идти на поводу у тела. Тело все равно помрет. При всех его отчаянных попытках обрести покой, оно получает покой, только мы знаем когда. Тело все равно будет изменяться, и все эти попытки некриво уюта, некриво некой стабильности, некого какого-то... Я буду несколько раз цитировать тут Виктора Франкла, это замечательный австрийский психолог из школы австрийской психологии, начатый Фрейдом, хотя большой противник Фрейда. Вот он удивительным образом говорит, у него есть его логотерапия, система разработанная, он говорит, что причина стресса, причина психологических проблем, с которыми люди сталкиваются, это как раз то, что человек замыкает себя в некоем ограниченном замкнутом пространстве. Человек хочет этого, ему хочется, он думает, что в этом смысл, что в этом счастье, если я вдруг найду некое уютное местечко и устроюсь хорошо здесь, говорит, что на самом деле это самая большая причина стресса и психологических проблем. Человек вроде бы достигает, вроде бы все нормально, вроде все хорошо, вроде какой-то уюта, а внутри все бунтует против этого. Человек по природе своей духовен, мы духовны по природе, природа духа развиваться и идти. И первая вещь, которую я хотел сказать, это то, в каком направлении должно быть наше движение, где этот вектор нашей человеческой эволюции или развития человеческого. И тут пунктиром обозначено три этапа развития человеческого, эволюции, эволюции духа. И я сейчас более подробно расскажу, что это значит, но это очень важная вещь. Потому что, если мы будем видеть, куда нам нужно идти, мы поймем направление. это универсальная вещь или универсальный закон. Человек начинает как зависимое существо. И зависимость значит зависимость физическая, но не только физическая, зависимость значит зависимость эмоциональная, когда я завишу эмоционально от настроения других людей. Если вокруг меня все мне улыбаются, все меня хвалят, мне хорошо. А если вдруг на меня козы смотрят, я сразу же думаю интеллектуальная зависимость, когда мы опять же интеллектуально зависим от не можем определить своего собственного направления в жизни, мы вступаем в какие-то отношения интеллектуальной зависимости. То есть есть некое состояние зависимости. Ребенок всегда зависим. И это первый естественный этап. Мы зависимые люди. Человек должен понимать, что следующим этапом обязательно должна быть независимость. Я объясню, что это значит, но человек должен решить эту задачу. Когда человек остается зависимым, то он жертва. У него есть ощущение внутри того, что я жертва, жертва, обстоятельства. тут собственно зависимость это наша, это желание обвинить других людей и снять с себя ответственностью. Очень часто люди вырастают, становятся взрослыми, и вроде бы они должны стать независимыми, но у них остается этот менталитет ребенка. Все виноваты. Все виноваты, все плохие. Все плохие, все меня не любят. И человеку очень сложно этот шаг сделать, потому что в каком смысле ребенком, зависимым ребенком жить легче, правильно? Все плохие, а я хороший, все виноваты. В ведической культуре говорится, что когда человек показывает виноватого, ищет виноватого, то три пальца показывают на того, кто на самом деле виноват. Один палец ищет виноватых вовне. Три пальца указывают на причину всех проблем. То есть одна очень важная вещь, которую нужно понять, что человек должен понять степень своей зависимости и постараться от этой зависимости избавиться, не довольствоваться этим состоянием зависимого человека, жертвы, которой все пользуются. То есть это в сущности значит принять ответственность на себя, сказать «я виноват». Никто другой не виноват. Нет других. Люди очень часто начинают обвинять правительство обвинять, соседей обвинять, еще кого-то обвинять, жену, как правило, или мужа. это самые большие преступники, которые портят нашу жизнь. Но этот рост, внутренний рост означает, я нахожу смелость сказать, что я отвечаю за то, что со мной происходит. И мне нужно понять, что я должен поменять в себе. Это первый очень существенный этап, который нужно пройти. И это первый этап человеческого развития. Он, как правило, зависимый человек, то есть человек с менталитетом ребенка. Он ориентирован на удовольствие. Люди зависимы. Каким образом понять, зависимый я или нет? Помимо того, что я обвиняю всех и ругаю всех, на чем свет стоит. Другой принцип, по которому можно это понять, это то, что мной движет удовольствие. Я ищу какого-то удовольствия постоянно. Это характеристика зависимого человека или человека с менталитетом ребенка. Он хочет удовольствия взять. Если ему хорошо, ему было все время хорошо, если не дай Бог, что это не так, то он обижается на всех и думает, вот умру, будут знать. И в каком-то смысле, когда начала развиваться западная психология, первый, кто стал изучать западную психологию, был Зигмунд Фрейд. И он расшифровал эту часть человека, но он, к сожалению, свел всего человека к ней. Сказал, человек движим принципом удовольствия. Это факт. Но какой человек? Незрелый человек, зависимый человек, человек, который не вырос. Только незрелый человек, он остается и он руководствуется этим принципом, принципом удовольствия в жизни. Или он сказал, секс, естественно. Ясно делал. Если человек зависим от этого, от удовольствия, то значит, что он по-прежнему остается на уровне детском. Второй этап, чтобы наметить пунктиром какие-то этапы нашего развития, куда я должен прийти, я должен прийти к этому состоянию или ощущению независимости, то есть способность, развить себе, способность принимать ответственность на себя. Я буду говорить, как это сделать, в принципе, это не так уж сложно. Некая парадигма, когда человек говорит, что я полагаюсь на самого себя, я сам, я могу это сделать. И в сущности это психология подростка. Это важный этап в жизни человека. И как правило, очень часто люди из состояния ребенка пытаются дойти к какому-то другому состоянию, но они думают, что это предел. Что предел моего совершенства это если я немножечко возьму себя в руки, пойму, что мне делать, стану независимым человеком. Но на самом деле эта психология подростка с присущим подростком культом силы, какой-то власти. И эту психологию изучал премьерник Фрейда Адлер из той же самой австрийской школы психологии. он вопреки своему учителю Фрейду сказал, что еще большим стимулом или большей движущей силой внутри человека является желание некой власти, силы, положения, статуса или желание избавиться от страха. Это скажем так определение второго этапа. Но на самом деле есть третий этап, в котором человек должен стремиться и до тех пор, пока человек не дойдет до этого состояния, он не будет удовлетворен. Это понимание взаимозависимости, когда свободные люди свободным образом научились вступать в отношения друг с другом. И в этих отношениях они получают радость от возможностей, которые открываются при этом сотворчества, взаимоотношений. Мы можем видеть людей, как правило, сейчас люди в основном остаются на первом этапе. Людям внушают, что смысл жизни вслед за Фрейдом, смысл жизни только получать удовольствие. Редко кто достигает второго этапа, но даже на втором этапе, второй этап это еще не предел. Но только достигнув второго этапа, этапа некой внутренней независимости, ощущения какой-то силы, достоинства внутреннего, человек может перейти на следующий этап. Этап взаимозависимости или он сможет правильно строить отношения. Если мы посмотрим, почему рушатся отношения, а сейчас особенно это видно на статистике разводов, я не знаю пока на каких оно достигает пределов 70% 80% и все что-то. Люди даже уже жениться перестали, потому что смысла нет никакого. просто так сходятся. Но в чем причина? Причина очень простая. Два зависимых человека сходятся вместе. И они сходятся вместе, потому что они чувствуют зависимость друг от друга. Один ждет чего-то от другого, другой ждет чего-то от того человека. То есть они по сути дела отдали другому человеку ключи от собственного счастья. от собственной жизни. Вот. наверняка 100% даже можно не сомневаться в том, вероятность 100% если вы зависите от другого человека, другой человек будет поступать не так, как вы от него ждете. К чему это будет приводить? Это будет приводить к тому, что вы будете его ненавидеть, при этом вы будете оставаться зависимым от него, вы привязаны и ненавидите. Это динамика семейной жизни. Любовь с ненавистью перемешанная. Такая взрывоопасная смесь привязанность и ненависть к человеку. Ненависть, потому что он делает не так, как я хочу. А в то же самое время он мне нужен, я от него завишу. И во всех отношениях та же самая ситуация. Например, простая вещь, которую мне хотелось привести, простой пример. Если я завишу от какого-то человека, а чувствую, что я завишу, например, на работе или еще где-то, в каких-то отношениях, я никогда не смогу сказать ему, что он делает неправильно. Я не смогу подойти ему и сказать, друг мой, дорогой, ты что же делаешь такое? Нет. Но я буду говорить, но так как он делает неправильно, это будет причинять мне боли, я буду обсуждать его проблемы с кем? С другими, правильно? И у меня всегда найдется много людей, которые меня полностью поймут, потому что все видят его проблемы. И мы будем обсуждать его проблемы с другими. Это то, каким образом негатив распространяется по обществу. А причина в чем? Причина не в том, что у него недостатки есть. Причина в том, что я не могу подойти ему и сказать, дорогой друг, вот смотри, что такое, не могу ему спокойно просто сказать, и у меня не будет необходимости обсуждать его недостатки где-то за углом, он сможет меня услышать, если я сделаю это спокойно. Иначе говоря, я все это говорю сейчас для того, чтобы объяснить этот пунктирный путь с тремя очень важными этапами. Зависимость, которая выражается в моей привязанности, в том, что я завишу от других людей во многих-многих-многих-многих отношениях, она в конце концов портит мою собственную жизнь. и человек должен понять, как ему перейти на следующий этап независимости, и дальше, когда он станет независимым, как ему дальше, будучи независимым, вступать в глубокие, продуктивные, приносящие удовлетворение отношения с другими людьми, которые обозначаются словом взаимозависимость. Как мне быть свободным человеком и жить рядом с другими свободными людьми и вместе делать что-то, что будет меня радовать. Вот это некая вещь с самого начала, которую мне хотелось сказать, и это то, собственно, на чем принцип, на котором основана эта книга. Сначала Кави учит, как победить себя, а зависимый человек становится независимым тогда, когда он одерживает победу над самим собой. Первое, что я должен понять в своей жизни, как, что значит одержать победу над самим собой, владеть самим собой, овладеть какими-то своими импульсами, овладеть своей собственной судьбой, что это значит. И человек должен работать над этим, у него нет выбора, если он не хочет испортить свою жизнь, если он не хочет просто прожить жизнь напрасно, оказаться жертвой, остаться с ощущением того, что все виноваты, я хороший, но умираю. Ничего не поменялось в моей жизни. То есть, первое, человек должен одержать победу над собой. И первые три навыка, которые говорит Каве, они об этом, о том, как одержать победу над собой. Я только два из них объяснил. Я не буду идти дальше. А второе, как общую победу одержать. Что это значит? Находиться рядом с другими людьми, свободными людьми. Уважать их свободу, ценить их свободу, понимать их свободу. И в то же самое время вступать в отношения, которые как бы по определению делают нас несвободными. И это удивительное искусство уже следующего, более высокого порядка. Как вступать в свободные отношения с людьми, принимать на себя обязательства в этих отношениях и оставаться свободным. Чувствуете, да? Оставаться свободным даже в отношениях. Высший пилотаж. Но это возможно, если человек действительно понимает, о чём идёт речь. Вот. То есть... И почему это высшее проявление эволюции человеческой? По очень простой причине. Потому что реальность, в которой мы живём, взаимозависима по определению. Мы живём в реальности, которая взаимозависима, и нам нужно понять, как жить в этой реальности. И очень часто мы не знаем этих рецептов. И, в общем... В Индии говорится, что люди становятся имперсоналистами, то есть не хотят верить даже в личностного Бога, в существование Бога как личности. По очень простой причине. Потому что они думают, что личностное отношение – это источник бесконечной боли. Кто подтвердит это? Личное отношение – источник боли. Кто это может подтвердить? Ну да. Кто-то поднял руку, кто-то помолчал. Мы всё подняли. Есть. Но не потому, что личное отношение в принципе – источник боли. На самом деле, личностное отношение – это источник величайшего счастья. Беда в том, что нам нужно понять, как в эти отношения вступать, чтобы они были источниками скончаемого счастья. И философия, которой мы следуем здесь, в обществе сознания Кришны, это философия того, каким образом вступить в личностное отношение с Богом, и как получать бесконечное счастье в этих вечно длящихся отношениях, динамичных отношениях к любви. То есть, в конце концов, если мы научимся этому, то последствия будут очень глубокими. Вот. Ну, собственно, это некая общая структура, но помимо самой структуры, что ли, это важная вещь. И, как я уже сказал, я очень быстро, не усталее все, да? Из чего воспринимается что-то, да? Что-то еще лезет туда. Хорошо. И я сейчас очень быстро расскажу как бы некую самую суть первых двух навыков, которые составляют победу над собой. В сущности, если вы три этих вещи освоите, поймете, примете куда-то глубоко внутрь, на каком-то глубоком уровне сформируете эти вещи, и их можно, это все формируемые вещи вполне, то вы одержите победу над собой, это значит, что вы вырастите, станете взрослым, обретете какую-то внутреннюю зрелость. Это три этих навыка. Первый навык, навык независимости от обстоятельств, или навык развитого разума. Это, в сущности, техника со всеми ограничениями, которые, естественным образом, включены в это понятие. Это, собственно, понимание того, что значит развитый разум, и как этот разум в себе развивать. Что значит развитый интеллект, и каким образом человек может этот интеллект развивать. Потому что интеллект — это, в сущности, то же самое, что и мускулы. Мы можем тренировать свой интеллект, свой разум, и это на самом деле не так уж и сложно. Мы можем это делать. И это первая очень важная победа над собой. Навык развитого разума. Как реагировать на обстоятельства человек, у которого разум действительно зрелый, развитый. И второй навык — это навык постановки цели, как тут написано, но в сущности это навык понимания своей природы. Навык понимания того, кто такой я. Как я уже говорил, две вещи, о которых я буду говорить, это что такое разум, и каким образом его развивать, и каким образом пользоваться. И второе, что есть эго наше. Кто есть я. Что должно быть у нас в центре, и как с этим бороться. То есть, каким образом нужно формировать этот центр, свое я. И по сути дела, это две самых важных вещи. Все остальное, оно более-менее автоматически придет. Это два самых важных навыка. Я немножко, меня немножко смущает, то, что мне очень быстро придет проскочить через все это. Я боюсь, что в результате у вас каша будет. Может быть, если вы пожелаете мне успеха в моем деле, может быть, нам удастся избежать этого. Вот. Хорошо. Все, мы переходим к первому самому науку. Начнем с этой цитаты Генри Дэвида Тароу опять. Я не знаю ничего, как бесспорная способность человека возвышать свою жизнь путем сознательного усилия. Она таки у нас есть. И в сущности, на чем основана эта способность меняться? Она основана на одной очень важной способности нашей. Эта способность заключается в способности человека анализировать свои собственные мысли. То есть, в сущности, смотреть со стороны на себя. Анализировать, насколько мои мысли правильные, мыслительный процесс. Человек единственный, это привилегия человека. Животные этого не могут. Для животных реальность их ума, это абсолютная реальность. Но она вполне инстинктивна. Человек, и в этом, собственно, самая суть разума. Суть разума, способности посмотреть на себя со стороны, оценить со стороны, что мы делаем. Оценить со стороны, что мы думаем, правильно ли мы думаем и так далее. И это та самая способность, которая делает человека человеком. Инстинктивные реакции, это еще не человеческий уровень. Это уровень чисто собак Павлова. Это инстинктивные реакции. Они тоже у нас есть, и они тоже занимают большую часть нашего, нашего, так сказать, процесса реагирования на мир. Но самое важное, это вот это. Это, собственно, и есть определение разума. И любопытно, что Бхагавадгита начинается с этого. Если вы читали Бхагавадгиту или слышали о Бхагавадгите, Бхагавадгита — это одно из основных писаний индуизма, где в кратком виде, собственно, сказано или объясняется процесс трансформации человека, преображения человека, как человек может исправиться. Она начинается с некоего кризиса. И кризис этот начинается с того, что Кришна, исполняющий роль учителя, говорит своему ученику Арджуну, «Посмотри, Падха, что происходит». И тот под влиянием этих слов, сил этих слов вдруг видит все и... Но это способность смотреть, тем не менее, очень важная, с нее, собственно, начинается все. Со способностей созерцать, наблюдать, оценивать, прежде всего, самого себя. Это первый навык, навык, который учит человека брать ответственность за свою жизнь и становиться творцом своей собственной судьбы. Беда заключается в том, и я уже немножко говорил об этом, в том, что мы легко программируемые существа. Мы все считаем себя свободными, гордимся тем, что мы свободны. Но, тем не менее, запрограммировать нас вообще ничего не стоит. Даже не просто запрограммировать, а вообще вывести нас из себя ничего не стоит. Мы свободные люди. Сейчас кто-нибудь подойдет к нам и что-нибудь такое скажет. Где-то свободный человек. Просто сказать что-то. У тебя бородавка на нас. Все. Остатусно. Это очевидный факт. Если кто-то подходит к нам, указывает на наш недостаток, то это то, каким образом мы можем почувствовать, ощутить свою несвободу, зависим мы от того, что о нас говорят другие. Хотя, казалось бы, почему мы должны от этого зависеть? Ну, кто-то что-то сказал. Ну и что? Ну, сказали. Всего лишь навсего какая-то вибрация в эфире прозвучала. Неделю мы будем думать, если мы услышали ненароком или узнали ненароком. Или, фух, как они такое смели сказать, как они сделают. Сейчас у нас есть замечательная возможность узнать, что о нас люди думают, заглянув на какие-нибудь форумы. Особенно, если мы там... Я однажды заглянул на форум, и столько про себя узнал. Очень много полезного, иного. Я даже не знал, что люди так активно обсуждают. меня где-то там. Но, собственно, суть сейчас не об этом. Суть в том, что мы мы легко программируемые существа. И, как правило, люди не просто программируются, а еще и с каким-то очень большим мазохистским энтузиазмом воспринимают сам факт своей запрограммированности. Как люди с огромным интересом ходят к астрологу. И что такое астрология? Астрология — это определенная, ну, скажем так, кармическая программа, которая в нас есть. Людям очень интересно знать. Расскажите мне мою кармическую программу. Расскажите мне, кто я. Есть разные формы этого детерминизма или программирования человека. Разные уровни программы или попыток считать программы. Так вот, что я хочу сказать, что вы не есть эта программа. что астрология на самом деле становится... Недавно вышла одна хорошая книга «How to mess your life with astrology». Как можно испортить свою жизнь с помощью астрологии. Так вот, астрология не для того, чтобы человеку сказать некую, дать некую предопределенность или сказать, что вот у тебя такая программа, и ты не можешь выйти за пределы этой программы. Смысл асторогии в том, чтобы сказать, что ты не эта программа, что в конце концов все это ерунда, и ты можешь преодолеть, ты можешь выйти за пределы этого и дать человеку инструменты, как выйти за пределы этой предопределенности. Это, скажем так, это ведический детерминизм, тетиш, очень умно все, есть астрологи, они скажут, Лагна у вас в Скорпионе, понятно, ясное дело, а Луна там еще где-то. То есть есть кармический детерминизм, есть генетический детерминизм, у меня наследственность плохая, мама сумасшедшая была, это значит, что я тоже сойду с ума, ясное дело. Или очень опасная форма, опять же, предрассудков, которые существуют в человеческом обществе, это психологический детерминизм или психический детерминизм. Все современные психологи начинают копаться в каком-то вашем прошлом, говорят, что у вас есть сценарий, это сценарий неудачника, давайте попытаемся понять, а мы думаем, а сценарий неудачника, все понятно. Мама сказала в детстве, у тебя ничего не получится, я до сих пор живу в соответствии с этой формулой. Ну то есть есть много различных вещей, которые в этом мире как бы говорят, ты такой и больше никаким другим не будешь. И люди постоянно нас, это игра такая, люди постоянно нам это пытаются внушить. К сожалению, большая часть отношений между людьми основана на этих формулах. Ты такой. С самого детства эти все вещи происходят. Когда нам говорят что-то такое, особенно легко, естественно, дети программируют, и им что-то такое сказали. Но вот даже во взрослой жизни мы очень часто программируем друг друга. Ты такой, ты плохой, ты такой. Человек начинает так или иначе действовать в соответствии с этой вложенной в него извне программы. Или мы начинаем ожидать чего-то от людей, и человек, чтобы подстроиться под наши ожидания, начинает портить свою собственную жизнь. В сущности, все эти принципы, они основаны на простом законе, который можно преодолеть. Все эти формы детерминизма, они основаны на том, что есть заложенная в нас неизменная реакция на раздражители внешней среды. Что внешняя среда может так или иначе заставлять нас действовать определенным образом. И это факт для большинства людей. Большая часть людей, к сожалению, не действует в этом мире. Большая часть людей реагирует. Большая часть людей просто реагирует на внешние раздражители какие-то. И на какие-то провокации этой среды. То есть действует в соответствии с этим железным законом, раздражительной реакцией. То есть в сущности не пользуется разумом. И эта детерминированность человека, по сути дела, превращает человека в некий кармический аппарат, автомат. У нас есть карма, какая-то программа, записанная в нас прошлыми нашими поступками. И эта кармическая программа, она определяет, каким образом, как будут складываться обстоятельства наши внешние. И определяет значительные степени наши реакции на это. Есть притча, которую я тут напоминаю, очень хорошая. Я много раз рассказывал притча про астролога, который, закончив обучение в Бенарисе, шел с огромным тюхом книг мудрых. Он изучил астрологию, изучил хиромантию, изучил нумерологию, изучил все эти вещи для предсказаний. И он все знал и возвращался домой для того, чтобы начать свою успешную практику. И шел вдоль берега реки и присмотрелся к следам, которые были оставлены на него. И чем дольше он присматривался к этим следам, было интересно, что за человек. В мокром песке следы отпечатались очень четко. И он понял, что человек, который прошел здесь босиком до него, в какой-то глуши между индийскими деревнями, никто иной, как император мира. И этот конфликт, который возник у него, он не мог разрешить. Он думал, либо моя наука совершенно никуда не годится, и этот человек не император мира. Либо, если это император мира, то почему он идет босиком, без свиты, по берегу реки, под палящим солнцем? Что происходит? В конце концов, он дошел до Будды. Это был Будда, который сидел под баньяновым деревом, погруженный в медитацию. Он дождался, пока Будда выйдет из своей медитации. Он спросил, скажи мне честно, ты император или не император? И если ты не император мира, то я выброшу все свои книги, и пойду, и буду поваром у кого-нибудь, буду зарабатывать деньги с помощью какого-то другого служения. Если ты император мира, то почему ты в лохмотье одетый, почему ты сидишь тут? И Будда сказал, не выбрасывай свои книги, все нормально, твои книги работают. 99,9% людей в твоей книге работают. По отношению ко мне, они не работают. Потому что я вышел за пределы предопределенности. Человек этот очень удивился такому. И он видел, он реально видел. Сидит император, но в лохмотье. Под баньяновым деревом. Он спросил у него, каким образом ты достиг этого состояния. И он сказал, очень просто. Я не совершил ни одной ошибки дважды. Я был очень внимательным. Это рецепт. Я не буду абсолютизировать этот рецепт. Наверняка вы слышали, если вы встречались с какими-то эзотерическими учениями, практиками. Буддисты настаивают на этом. Они говорят, что человек должен быть здесь и сейчас, должен быть очень внимательным. Есть много историй буддистских, когда он увидел мастера, и мастер так шел, что он все понял. Почему он шел? Потому что когда он шел, он шел здесь и сейчас. Что все его сознание было в этом процессе целиком. То есть я что хочу сказать, что это не, с моей точки зрения, это может быть не универсальный рецепт, но тем не менее это важный рецепт. Может быть он не стопроцентный рецепт, но это важный рецепт, что в конце концов детерминированность или нашу запрограммированность можно преодолеть с помощью наблюдения разума, с помощью внимательности. Если по-другому посмотреть на эту историю, тут у нас есть замечательная книга «Путешествие домой» на русском языке. Это книга о том, как юноша в 19 лет отправился в путешествие. И это книга о том, как учиться извлекать уроки из своей жизни. В сущности примерно о том же. Книга о том, как не просто автоматически плыть по течению жизни. Не просто принимать какие-то события и воспринимать себя жертвой, а в том, как в каждом событии видеть какой-то урок, неспосланный нам свыше, извлекать этот урок и идти дальше. Беда в том, что мы не делаем это так, как мы не делаем это, жизнь проходит зря. Мы ничему не учимся. Поэтому мы оставимся на второй год, на третий год, на четвертый год. Это называется перевоплощение души. Мы просто второгодники остаемся, не выполняя каких-то задач. И, собственно, первый навык, книга, которая описана, буддистские какие-то практики, еще что-то такое, они об этом. И как, внимательно присматриваясь к своей собственной жизни, глядя куда-то вглубь того, что со мной происходит, и пытаясь понять это, человек может постепенно, действительно, реально свою жизнь поменять. И, собственно, это вещь, или это понимание того, что человек в сущности свободен. Очень важное и очень ценное понимание, освобождающее понимание. Нам внушили уже, у нас есть эти горы, груды обусловленности, детерминированности какой-то. Мы такие, только такие, только такие. Но суть-то в том, что любая духовная философия исходит из того, что человек внутри остается свободным всегда. И Стивен Калли, он приводит пример Виктора Франкла, которого я уже цитировал, это человек, который оказался в жутких, страшных обстоятельствах. В концентрационном лагере Дахау, евреи по национальности. И однажды он обнаружил себя сидящим голым в каком-то карцере. Ну, то есть, жуткая ситуация. Ему грозила смерть, он видел, каким образом сжигали в этих печах газовых других людей ни за что. И вдруг он в этой ситуации понял, что даже в ней он может быть счастливым. Сидя в этой комнате, в одиночке, он вдруг понял, что они могут причинить вред мне, моему телу, но они не могут причинить вред мне или боли мне. Что я свободен. И в этот момент он стал воображать себя, так как у нас есть воображение, он стал воображать себя, как он дает лекцию, как он рассказывает, как он делится со своими студентами воспоминаниями о том, как он сидел в лагере, и как он вышел из этого лагеря. И самое удивительное, что вся ситуация вокруг него поменялась. Он, обретя или почувствовав эту свободу, нащупав себе эту свободу, как правило, мы что-нибудь случаем, какая-то маленькая вещь с нами случается, как маленькие дети, они паука ведут и пугаются страшно. И к нам, к взрослому, какой-нибудь паук приходит, какая-то бяка прикинула. Это хороший пример. Человек оказался в крайней, в экстремальной ситуации. И в этой экстремальной... Мне каждый день приходит примерно 15 таких писем. У меня все плохо, все плохо, все разрушилось, а моя жизнь разрушилась. Чего плохо? Ну, понятно. Жена ушла. Да хорошо, нормально. Я не знаю. В любом случае, оно все не так плохо. Все в основном, мы придумываем себе все эти вещи. Суть в том, что человек должен понимать, я свободен. Я всегда остаюсь свободным. Я просто должен эту свою свободу найти, обнаружить. Я должен эту свободу понять и пользоваться этой свободой. Я создан свободным. И моя свобода прежде всего в том, как я реагирую на внешние обстоятельства. Моя свобода не в том... Я часто не могу поменять внешние обстоятельства. Это то, что Бхагавадгита объясняет. Бхагавадгита объясняет, что когда человек становится свободным, он перестает болезненно реагировать на все эти обстоятельства. И он может это делать. И такой человек добивается успеха. И только такой человек добивается успеха. Если человек не развил в себе эту способность Не реагировать болезненно на все эти обстоятельства, а продолжать жить в соответствии с высшим смыслом и предназначением. Не позволять всем этим внешним обстоятельствам сбивать себя с толка, полностью уничтожать себя, а жить в соответствии с каким-то внутренним смыслом, идти дальше и добиваться всего, он ничего не добьется, потому что обстоятельства всегда против нас. Это цитата из Виктора Франкла, он пишет, что в духовной установке человек был свободен. Наблюдая за какими-то своими друзьями из этого лагеря, он видел, что были люди, которые не просто чувствовали себя хорошо, помогали другим в этой ситуации. И большая часть людей была полностью подавлена всем этим. Он пишет, заключив человека в лагерь, можно было отнять у него все, вплоть до очков и ремня, но у него оставалась эта свобода, и она оставалась у него буквально до последнего мгновения, до последнего вздоха. Это была свобода настроиться так или иначе, и это так или иначе, то есть альтернатива у человека существовала. Понимание своей свободы, это понимание того, что я свободен реагировать так, как я хочу, так, как соответствует высшим каким-то ценностям, с которыми я живу. Это последняя, как он назвал ее, последняя человеческая свобода. Или Хови говорит, способность подчинять импульсивную реакцию своим ценностям составляет суть этого первого навыка. Развитие разума означает, и судя по всему я только на одном, я дальше не пойду, я этот один закончил, уже чтобы не слишком разбивать с толку. Развитие разума означает именно это, способность подчинять импульсивную реакцию своим ценностям. И я объясню, как это делать. Человек, который это научился делать, он становится счастливым прямо сейчас. Кави дает очень интересное определение. Он говорит, что счастье хотя бы частично можно определить как результат желания и способности. Жертва тем, к чему мы стремимся сейчас, во имя того, что мы хотим получить в конечном счете. То есть, у меня есть некие высшие ценности, и я так или иначе могу подчинять этим высшим ценностям свою жизнь. В этом смысл. Я буквально через несколько минут расскажу, как это делать практически, что для этого нужно делать. Но сначала мы с вами посмотрим важную очень вещь. Что такое этот разум, что такое наша способность, которую нужно развить, из чего она состоит. Это сначала определение по Кови. Он говорит, что это способность развиваемая, упражняемая. Способность, которая помогает человеку взять, еще раз, вожжи своей жизни, в свои собственные руки. Она состоит из четырех аспектов, из четырех подспособностей. Самосознание, или способность посмотреть на себя со стороны, оценить себя. То есть, я оцениваю себя, смотрю, просматриваю. Воображение, то есть способность создать нечто независимое от окружающей действительности. Совесть, или способность интуитивно видеть истину. Совесть, это некий, как говорит Франкл, орган смысла. Орган, с помощью которого человек видит истину. Это так, это нужно, это да. Это то, что хорошо. И, наконец, свобода воли. Очень интересная аналогия, которую мне хотелось поделиться. В ведах тоже говорится, что у разума есть две функции. Это кончератна, тантра, вайшнавская тантра, которая объясняет функции разума, эго и ума нашего. Там говорится, что две этих функции, и они очень четко коррелируют с тем, что пишет человек пять тысяч лет спустя, Стивен Ковий. Эти две функции, или две энергии разума, как там говорится, две шакти, буддхи. Разум на санскрите называется буддха, что значит пробуждение, осознанность. Эти две функции айшварья и вирья. И айшварья – это способность отделить себя от материи, то есть, опять же, посмотреть на себя со стороны, на свои мысли. И это то, что Ковин называет как самосознание и как совесть одновременно. Айшварья – это власть над собой, она заложена в этой способности выходить немного за пределы себя, смотреть со стороны на себя. Второе – вирья. Вирья – это значит героизм. Героизм человеческий, или это шакти, она заключается в том, чтобы мы могли жить в соответствии с этими высшими ценностями, ценностями священных писаний, мудрости. То есть, применять это в практической жизни, то есть, опять же, ползуясь терминологией Кови, это воображение независимой воли. Две этих, то есть, четыре вещи сводятся к двум. Так вот, как устроен наш аппарат реагирования на все? Он устроен очень интересным образом. Есть раздражитель, есть реакция. И есть небольшое пространство между раздражителем и реакцией. Это пространство очень маленькое в сущности, но оно есть. И когда человек развивает разум, то он, в сущности, делает это пространство больше. Нас кто-то раздражил. Кто-то нас раздражает иногда. Кто-то сделал что-то, сказал что-то. И есть наша реакция, она почти незамедлительно следует за этим, но тем не менее, есть это пространство. И когда человек учится расширять это пространство, то есть, не просто реагировать на эту ситуацию, а оценивать свою реакцию и пытаться понять, соответствует ли моя реакция моим собственным ценностям, это и есть разум человека. Это очень важная человеческая способность. То есть, в сущности, разум – это способность человека выйти за пределы предсказуемости. Мы предсказуемые люди, правильно? Люди, которые хорошо нас знают, они знают все, что мы сделаем, все, что мы скажем, как мы отреагируем на что-то. Но при этом одновременно с этим у нас есть потенциал быть непредсказуемыми, свободными. Обрести эту свободу. Этот потенциал реализуется только тогда, когда мы развиваем в себе эту осознанность или разум, сознание. И Карл Юнг, он сказал очень хорошую фразу. «Все то, что мы не доводим до своего сознания, входит в нашу жизнь как судьба, как предопределенность, как фатум, как нечто…» Все же боятся судьбы, правильно? Я поэтому к астрологу хожу. А все просто. К астрологу не надо будет ходить, если мы Меркурий усилим. И мы разобьем разум. Этот навык, буквально еще несколько вещей, я скажу, как его развить, собственно, сама речь. Этот навык проактивности – это болезненное превращение человека из объекта в субъект. Это ощущение себя жертвы, жертвы обстоятельств, жертвы каких-то дурной наследственности, плохого воспитания, культуры плохой и так далее. Это все проявление реактивного ума. Это очень часто проявляется в нашей речи. Если мы прислушаемся к своей собственной речи, то у нас есть готовая формула. Но я ничего не могу поделать, правильно? Все тут сделается. Есть другая формула. Человек, который имеет другой взгляд на мир, он говорит, ну, посмотрим, какие возможности есть. Он не подписывается с тем, что ничего невозможно сделать. Или человек говорит, вот такой я есть. Вот хотите – ешьте меня, хотите – ешьте. Но на самом деле, реально, это все неправда, это все ложь. Или он выводит меня из себя. Он меня раздражает. Или они не согласятся на это. Так или иначе, суть в том, что если мы прислушаемся к себе, мы поймем, к какой категории людей мы относимся. И, как правило, мы… В этих словах проявляется наша неслобода. И еще одна очень важная вещь, если я… Еще один очень важный критерий, как, собственно, определить, к какой категории мы относимся и что мы делаем. У нас всегда есть некий круг забот, что нас волнует. И внутри есть некая меньшая сфера, круг нашего влияния. То есть есть вещи, которые нас волнуют, но мы не можем на них повлиять. Есть вещи, которые нас волнуют, но мы можем повлиять на это. И у всех есть это, правильно? Можем мы повлиять на погоду. Волнует нас погода? Волнует. Если три месяца подряд идет то, что начинает нас волновать. И мы начинаем волноваться. Мы волнуемся, волнуемся, волнуемся. Человек дал хорошее определение, что ум человека, как кресло-качалка. Качается, но никуда не едет. Очень часто люди, они волнуются, 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 волнуются. То есть очень часто реактивный человек, что мне хочется сказать, что он сосредотачивается в основном на круге забот, на которые он не может повлиять. И это выводит его из себя полностью. И что входит в круг забот, что нас волнует обычно. Это какие-то слабости других людей. Волнуют нас слабости других людей, особенно если они рядом с нами живут. Слабости других людей, это нечто очень серьезный фактор в нашей жизни. Какие-то внешние обстоятельства, которые вне нашей власти. И очень часто человек, видя все эти какие-то неблагоприятные вещи, сосредотачивается там. Но это значит, что он сосредотачивается не там, где надо. Потому что он все равно повлиять не может. Что происходит в результате этого? Если я слишком сосредоточен в той сфере, на которую я не могу повлиять, то сфера, на которую я могу повлиять, начинает сужаться. Почему? Потому что я не вкладываю энергию в нее. Вместо того, чтобы работать и трудиться конструктивно, там, где я могу что-то изменить, я вкладываю всю свою энергию негативную туда, где я поменять не могу. И в результате вся моя энергия распыляется, и моя возможность влиять уменьшается. Человек, который постоянно сосредоточен на каких-то негативных вещах в этом мире. Встречались вам такие люди. Может, иногда даже в зеркало смотрели. Все плохо, все плохо, все плохо, все плохо. В конце концов, они становятся абсолютно полностью бесполезными, бессмысленными, непродуктивными. Именно по этой причине. Все плохо, все плохие, все отвратительно. Они напоминают вот этого слона, который в депрессию вошел. Он сильный парень. Но он поддался этому чувству полной безнадежности и способности. как-то, и вот он стоит там, и все плохо. То, что случается, это реальный процесс, это реальная совершенно вещь. Для человека, который сосредоточился не там, где нужно, сосредоточил свою энергию не там, где нужно. Теперь нужно очень хорошо понимать, что же в нашей власти находится. Есть вещи, которые всегда находятся в нашей власти, что мы можем изменить. Наш взгляд на мир находится в нашей власти, правильно? Находится. Наши ценности находятся в нашей власти, наши способности. Мы всегда можем развить какие-то свои способности, вложения какие-то, когда мы вкладываем куда-то, куда нужно, в других людей, если мы чувствуем, что что-то не так пошло. Мы же можем всегда подумать, каким образом позитивно поменять что-то. И это нужно очень хорошо понимать. Мы должны осознавать, что я способен повлиять на ситуацию, если я буду вкладываться туда, где мой вклад поменяет что-то в моей жизни. И в этой связи практически первый урок гиты. Кришна говорит на санскрите Арджуни, «Тасмата пари хари артияна твам шачитам архаси». Говорит Арджуни, Арджуна находился в этом состоянии, в состоянии этого слона. Он был сильный, но он полностью чувствовал упадок сил. И он говорил, я не могу сражаться, все у меня плохо, все плохо, убегаю, кончаю, все. Кришна ему первая вещь, которую он ему сказал. «Тасмата пари хари артияна твам шачитам архаси». Нет смысла беспокоиться или волноваться о том, на что ты не можешь повлиять. Если ты не можешь что-то изменить, если ты не можешь каким-то образом поменять эту ситуацию, не нужно об этом думать. И нужно волноваться об этом. Нужно волноваться о том, что мы можем поменять. И когда человек действует таким образом, когда он вкладывает свою энергию туда, куда нужно, то есть там, где она может быть использована по назначению, то сфера его влияния начинает расширяться. Это люди, которые реально могут позитивно влиять на что-то. Почему? По одной простой причине. Потому что они куда-куда нужно вкладывали свою энергию. И в сущности, если мы посмотрим или как-то попытаемся проанализировать свою жизнь и посмотрим, куда фокусируется или вкладывается наше время и наша энергия. Куда мы ее вкладываем? Вкладываем мы ее в какое-то развитие своих способностей, в какие-то позитивные вещи, или мы пытаемся вкладывать ее в какие-то бессмысленные вещи. Мы можем судить о степени развития разума нашего. Все. Разум, развит или не развит, и отличается только этим. Если нужно оценить, то не нужно делать какие-то тесты на IQ. Они все бессмысленные. Тест на разум именно в этом. В то, куда мы вкладываем свою энергию и время, по большей части, как расходуется или как включается наша энергию. Вот. И я не буду это говорить. Я, пожалуй, скажу одну молитву для начинающих астрологов. Силовик должен... Это хорошая формула. Я когда давал недавно в Москве семинары, я сказал, что это формула, которую употребляет общество анонимных алкоголиков. Мы не обиделись, сказали, что у нас молитвословие, она тоже есть. Я уже не знаю, откуда она, анонимных алкоголиков или молитвослово. Но суть от этого не меняется. Формула идеальная. Господи, дай мне мужество изменить то, что я могу и должен изменить. Смирение, чтобы принять то, что я изменить не в силах. И мудрости, чтобы отличить одно от другого. Это в сущности то, что астрология должна человеку давать, понимать. Она должна понимать, что вот тут ты можешь что-то изменить, тут ты не можешь изменить, и поэтому ты должен принять это с благодарностью. Попытаться понять, что это значит для тебя. Какой урок ты из этого должен извлечь. И нам нужен разум или мудрость, чтобы отличить, на что я могу повлиять, на что я не могу повлиять. И как я должен действовать. Какие вещи я должен принять в своей жизни. И какие вещи я должен попытаться поменять в своей жизни. И, собственно, последнее. У меня есть еще полторы минуты, чтобы завершить наш седми раунд. Что это значит? Каким образом? Что мне нужно делать? Из чего должна состоять моя? Как это перенести в сферу практики реальной? Потому что это все может показаться хорошей теорией, но когда мы вернемся к себе домой, мы обнаружим, что жизнь наша пошла по накатанной колее, что все вернулось куда-то, что какой-то импульс или заряд, который, может быть, возник в результате слушания, куда-то расселся, потому что мы не знаем, чего делать. Так вот, делать из нас каждый может что-то и очень простую вещь. И если ответить просто одним словом на этот вопрос, что делать, каким образом я могу развивать свой разум, что это значит? Учить наизусть какие-то вещи или еще что-то делать? Нет. Если ответить одним словом на эту вещь, то в самом центре круга нашего влияния находится одна наша способность. Это принимать на себя какие-то обязательства или принимать обеты и выполнять их. человек постепенно развивает свой разум или свою способность влиять на свою собственную жизнь, когда он делает это. И в любой традиционной культуре это неотъемлемый элемент. Если мы возьмем христианскую культуру, то в христианской культуре говорит, человек должен следовать каким-то обетам, поститься в таком-то время. И скажем так, позитивный эффект поста не только и не столько в том, что человек ограничивает себя в каких-то видах пищи, а прежде всего в том, что человек, давая этот обет и во что же ни стало, соблюдая его, следуя ему, постепенно-постепенно учится менять свою жизнь. Развивает в себе способность позитивно менять свою жизнь. Это сила обета. Это, к сожалению, вещь, которая уходит из современной культуры полностью, хотя, может быть, не полностью. То есть, человек понимает, что у нас есть эта способность, как это работает. С помощью самосознания и совести мы понимаем, над чем нам нужно работать. Например, мы поняли, что нам нужно вставать раньше. Так. И у нас есть также воля и некое воображение, которое позволит нам дать некое обещание поставить цели следователю. Это очень просто, если человек действительно внутри, ну, во-первых, естественно, не слишком высоко забрал планку, а во-вторых, очень твердо решил делать что-то. Он сможет это делать. Как в нашей культуре мы постимся два раза в месяц на Икадыше. Это 11-й день, 11-я фаза убывающей луне, пребывающей луне. И если человек скажет себе, я буду сегодня поститься, удивительным образом голода не будет. Или если он будет, то он будет очень слабый. Если человек утром подумает, ну, в общем, ничего, можно чуть-чуть поесть, в конце концов, не надо быть фанатиком, то он и не будет фанатиком. То есть, он ничего не сделает. Есть некая, в разуме есть некая практически мистическая сила. Если человек внутри что-то решает для себя и говорит, а что-то не стало, я буду это делать. Все, вдруг это становится легким. Если он думает, ну нет, я не могу, я слабый, я хороший, я слабый, я добрый, но слабый, и что мне делать? Тогда он останется хорошим, добрым, но слабым. И главное, что у него будет это ощущение жертвы, в конце концов. Человек может давать маленькие вещи и во что-то не стало делать. При этом, что происходит, этот человек начинает чувствовать уважение к самому себе. Просто потому, что он попорол сюда, он сделал что-то. Я победил себя, я могу это делать, я могу. У него появляется источник необычайного энтузиазма внутри, что я делаю это. А другие люди могут больше доверять. Если человек таким образом ведет себя, если он обещает что-то, он очень внимательно относится к тому, что он обещает, он не обещает то, что он не может сделать. Он обещает, иногда люди думают, что главное пообещать, это же приятно другим людям. И да, приятно слушать, что вы пообещаете, но потом, когда вы нарушаете обещание, все разрушается из-за этого. Вы просто становитесь в глазах ненадежным человеком. если человек делает это, что-то, он начинает уважать себя и все остальные начинают уважать его. Отношения начинают выстраиваться и еще раз, это способ так или иначе начать менять свою жизнь. Начать менять свою жизнь очень легко. Нужно понять, что мне, собственно, нужно и пытаться делать это методично понемножечку в своей жизни. Я хотел под конец дать вам определение человека. Человек, то есть мы есть то, что мы делаем каждый день. Все. Простая вещь. Если я хочу чем-то стать, я должен понять, что я должен делать и делать это каждый день. если вы каждый день будете улыбаться, то в конце концов люди будут вас считать хорошим, оптимистичным, настроенным человеком. Если вы каждый день будете выражать свое отношение к жизни в виде то вы будете этим. Если вы... То есть, иначе говоря, первый этап человек должен понять, что ему нужно сделать и постепенно, постепенно менять что-то и делать какие-то маленькие вещи каждый день в своей жизни. Это результаты этих маленьких вещей, когда я принимаю какие-то обязательства, во что бы то ни стало исполнять они они гигантские. Маленькая вещь, маленькое обещание, которое я приняло и исполнил. Результаты очень очень большие. Глубокое самоуважение, доверие от других постепенное, понимание того, что я могу что-то сделать, что я могу что-то изменить, изменить в своей жизни. Собственно это некий фундамент, эта вещь закладывает некий фундамент, на котором человек может начать менять себя в большую сторону. Ну я не буду есть еще одна вещь с помощью которой можно развить себе разум. Но это слишком суровая вещь. Я не знаю с кто этим в некотором замешательстве. А так и быть скажу. И активные люди как правило ругают других. Если мы хотим развить разум, что нужно сделать? Перестать себя не надо ругать. Просто перестать ругать других. Но это слишком суровенность. Я опять скажу нереальные требования предъявляю или ожидания возникают. Но это одна маленькая вещь. Когда мы переставим ругать других, сосредотачиваться на их слабостях, на их недостатках, обсуждать это все. Это одна маленькая вещь, которая может развить наш разум, очистить наш разум, сделать нас сильнее. Лев Толстой в своей последней книге круг чтения приводит хорошую цитацию из Корана, я не знаю, из Корана, или не из Корана, но по крайней мере цитирует пророка Мухаммеда. Он говорит, что самое сладкое питье в этом мире нектарное, это когда человек уже хотел было произнести дурное слово, потом немножко подумал и проглотил. Это самое нектарное питье. я уже хотел кого-то поругать, но немножко подумал и сказал, в общем, хороший человек старается. Не все у него получается еще, но он старается. Две на первый взгляд простые вещи, но мы пришли с вами к этим двум простым вещам через такое большое длинное путешествие, где я пытался объяснять очень фундаментальные вещи. Каким образом должен быть направлен вектор нашей с вами жизни, какие этапы мы должны пройти, в чем заключается суть этого этапа, этапа независимости, когда я принимаю ответственность на себя. На практике все достаточно просто. Я попытался в эти два часа вложить. Очень много, не знаю, поняли вы что-то или нет. Спасибо большое. Спасибо. 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 Дальше у меня прекрасная речь. Я прослушал тоже ваш семинар о той же теме, который был подольше. У меня просто предложение, может быть, те, кто хочет, коврик этого семинара выводим, мы получим здесь с помощью и вещи. Да. Красиво. Вопрос. сказали, что есть стадии тоже независимости, независимости от обстоятельств, независимости от заражителей и независимости от других. У меня такая стадия, что мне как-то есть это чувство, что хочется быть независимым от крашнаитов и у многих которые есть, что как с этим бороться или как скажем какую независимость обрести и какую капитату какую независимость создать независимость значит способность иметь внутри очень глубокие ценности которые собственно определяют мою жизнь и никакие внешние вещи не могут сбить меня с толку и в этом смысле независимость очень хорошая вещь и в сущности если переводить целиком этот материал на язык Бхагавадгиты то этот навык независимости от внешних обстоятельств означает зависимость от Бога на самом деле первый этап развития человека в том чтобы отказаться от своей зависимости от привязанностей которые у нас есть и поставить себя в зависимости от Бога когда человек зависит от Бога реально то есть понимает все сводит от Бога значит все хорошо все нормально и значит он не зависит от обстоятельств правильно когда Кресно в 12 главе описывает человека который достиг чего-то на духовном пути он описывает именно это человек одинаково относится к успеху и к поражению к почету и бесчестию к холоду и к жаре это значит независимость почему эта независимость появляется потому что человек внутри поставил себя в зависимости от Бога и когда я завишу от Бога то тогда скажем так как обрести зависимость от Бога зависимость от Бога можно обрести поставив себя в зависимость от представителя Бога если говорить человеку такую вещь независим от обстоятельств это достаточно нереальная потому что мы зависимые существа по определению мы постоянно от чего-то зависим и надо просто знать от чего от чего хорошо зависеть но у нас есть выбор наша свобода заключается не в том чтобы стать независимым я уже секреты вообще раскрывать дальше свобода наша заключается не в том чтобы стать независимыми этой свободы у нас нет свобода наша заключается в том чтобы выбрать от кого мы хотим быть зависим и человек может выбирать постоянно выбирает находиться в зависимости от наркотиков от алкоголя еще от дурной компании либо он ставит себя в зависимости от возвышенных людей каких-то зависимости от возвышенных людей это хорошая вещь потому что она возвышает и делает человека более невозмутимым и свободного каких-то других низших видов зависимости и в конечном счете зависимость от духовно возвышенных людей приводит высшей форме зависимости зависимости от бога которая внешне проявляется как полная независимость но реализовать этот идеал полной независимости можно только в том случае если я понимаю как какую цену я должен заплатить я завишу от бога не завишу от обстоятельств не завишу от погоды не завишу от дурного правительства не завишу от состояния моего кошелька не завишу что касается кришнаитов еще раз может быть не такая уж плохая зависимость в конце концов она может привести человек к состоянию независимости зависимости от бога то есть вот я знаю что надо стараться быть независимым от реального но как бы скажем любовь богу еще не пришла и получал и получается то есть вот это тоже независимость от этого не хочется на самом деле вот лично меня сейчас ничего не хочется делать а любви к богу нет и вообще есть много мифов которых частности миф апорфеи и вредите человеку говорят одну простую вещь если ты хочешь чего-то достичь что тебе нужно очень важно но одно к одним качеством обладать не оборачиваться назад состояние о котором вы говорите некоего такого за завис человек уже вроде бы материальным он смысла не находит уже полном еще никакого смысла не доходит поэтому висит он там в промежутке без всякого смысла вроде бы уже материальные не очень привлекает а духовного увлечения тоже нет человек должен очень хорошо понять что в этой ситуации у меня есть только один выход идти вперед он может конечно попытаться вернуться назад но уже сложно будет уже отравленный слегка поэтому смысл у нас появляется смысл энтузиазм какое-то ощущение того что 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 случилось с человеком у него ушли какие-то материальные цели а духовных целей нет когда человек ясно видит цель у него огромный энтузиазм в этом суть футбола футбол у него гол есть дурацкая цель но зато ясно ощутимая и это ясно видимая цель несмотря на то что она абсолютно дурацкая это забить мяч ворота она дает огромную энергию человеку что случается с такими людьми они теряют материальные цели а духовных целей тоже нет а когда цели нет а непонятно что делать смысле никакого нет энтузиазма нет поэтому в этой ситуации человек должен попытаться понять а действительно какие же цели и для этого у нас есть все что необходимо для этого есть священное писание для этого воображение есть что мне нужно чтобы быть счастливым в каком состоянии не могу быть счастливым чему мне стремиться какая у меня цель надо попытаться понять эту свою духовную цель цель лежащую вне сферы какой-то скучной материальной обыденности и идти к этой цели понять какие средства достижения этой цели идти к ней и жизнь наполнится смыслом даже если еще у вас нет любви не думайте что жизнь наполняется смыслом энергии когда вы уже достигли цели нет если вы просто увидели цель как следует и поняли каким образом к ней можно прийти то уже сразу хорошо станет это это состояние такое зависшествие от утраты цели все пропады пишет бхагалагите если цель поставлена то она достижима поэтому надо попытаться увидеть эту цель поставить причем не просто внешне поставить а внутри найти понять что да и я этого хочу то что мне надо насколько я понимаю вы много говорили о психоанализе а на мой взгляд это такая большая тема и просто и насчет там поставить себе цель иногда человек сам не может разобраться что он хочет и не иногда, а по-моему счастью да и насчет тоже даже когда он думает что он знает что он хочет да потом оказывается что он не того хотел и на мой взгляд конечно смотреть в себя очень важно но так же мне кажется очень важно жить в обществе и как бы общаться с другими людьми и которые помогают тебе разобраться в моральной цели совершенно верно совершенно верно и для этого в ревической культуре всегда у человека человеку говорит тебе нужен гуру гуру это тот человек или учитель это тот человек который олицетворяет цель в твоей жизни ты видишь его ты хочешь ну быть в таком же самом состоянии ты видишь в нем некий идеал своих устремлений и даже если скажем так на какой то момент цель затуманилась все равно видя перед собой этого человека ты исполняешь энтузиазмом поэтому всегда нужен нам нужно общение я полностью с вами согласен мы только с помощью одного самоанализа мы не сможем это как следует определить но мы сможем определить если мы увидим человека который олицетворяет в нашем сознании идеал который он достоинец еще может чуть-чуть только добавить просто ну как бы я своего опыта тоже бывают всякие ситуации в жизни нет на мой взгляд нет ничего такого как бы это не слабость чувствовать что там от тебя ушла жена или у тебя нет денег и возможно нужно просто мне кажется практично подойти к этой ситуации и найти ну просто людей которые могли это очень мне кажется очень важно общаться с другими чтобы ну кто-то выслушал даже какая-то вот мелочь казалось бы ушла жена ну а для человека это еще большое ну событие в жизни да то есть ну то есть мне кажется очень важно посочувствовать потому что это нужно порадоваться это важно но я немножко не о том говорил это важный аспект социального нашего наших социальных взаимодействий да человеку можно помочь в этих ситуациях и нужно помочь мы должны стараться помочь друг другу помогать друг другу во всех таких ситуациях но я просто говорил не совсем об этом я говорил о том что мой основной акцент того что я рассказывал был то что эти ситуации неизбежны да и человек должен научиться правильно реагировать на эти ситуации а не просто поддаваться каким-то естественным самопроизвольным эмоциональным реакциям которые сами возникают в нашем сознании у нас есть свобода если мы будем упражнять эту свободу в менее эмоционально заряженных ситуациях скажем так на суше когда еще не дошло до слишком сложного всего то тогда мы сможем проявлять ее в тех ситуациях или в тех обстоятельствах когда она по-настоящему не нужна она нам будет нужна потому что кризисы крушения какие-то они случаются с каждым человеком каждый человек переживает их и как правило эти кризисы они проходят достаточно бесполезно человек просто ну как-то переживает их проходит но ничего не извлекает но если человек выработал в себе эту способность правильно реагировать на ситуацию то он сможет превратить кризис в трамплин он поймет что неправильно сделать кризис энергию кризиса он превратит во что-то что изменит его внутри поэтому смысл моего рассказа был не в том как помочь человеку в момент кризиса а что человек должен делать за пределами этого кризиса для того чтобы кризис который к нему придет оказал позитивное влияние на его жизнь и не наоборот не забил его куда-то какой-то негатив можно скажите пожалуйста как бороться с линией с чем с линией с линией ну то что с ней нужно бороться понятно только вот а вы проследите за собой и попытайтесь понять в каких ситуациях у вас лени никакой нет ведь есть ситуации в которых вам просто нет времени лениться почему потому что есть что-то что вас привлекает когда вы ясно видите какую-то цель или еще что-то вы чувствуете успех то не до лени лени это состояние как раз с точки зрения философской или психофизиологической лени это состояние когда тамас гуна невежества низшие низшие гуна поселяется в нашем уме и она как бы полностью опускает наше сознание мы как дух как душа у нас мы полны энергии но если нас закрывает на нас наваливается эта тяжелая материальная энергия и и часто это связано также с какими-то там с обменом веществ физиологии с плохим пищеварением те люди находятся в этом состоянии просто потому что у них там уже убитое пищеварение энергии никакой нет и единственное что хочется это спать но каким образом можно изгнать то есть один ответ на этот вопрос как изгнать тамас или гуна невежества из своего ума есть хороший способ раджас и саттва то есть постепенно повысить ее по градации иначе говоря лень уйдет если человек постепенно это медленный путь скажем так медленный но верный путь как постепенно избавиться от лени надо постепенно повышать статус своего ума то есть переводить его из состояния тамаса в состояние саттвы саттвы значит состояние благости и для этого человек должен стараться есть саттвичную пищу которая будет влиять на ум потому что одна из вещей от которых очень сильно зависит на шум это пища пища очень сильно влияет на то каким образом мы действуем и есть пища которая порождает лень если вы будете одну картошку есть то я гарантирую вам что лень будет усиливаться картошка это одна из тех вещей которые таким образом влияют на на ум или на сознание то есть надо потихонечку увеличивать как бы вот этот статус через образ жизни более такой хороший через упражнения через регулярные через диету хорошую саттвичную легкую вот это постепенно устранит то самое невежество из нашей ума тяжелую лень внутри одна вещь а другая вещь это скажем так некая растянутая программа потихоньку потихоньку мы осознаем эту проблему как с ней бороться ну вот так каждый день упражнения делать пораньше вставать дать себе ответы все и вот я делаю все делаю во что-то не стало десять минут но делаем ну пять начнем с пять начнем с пяти потому что действие это уже слишком удар ниже пояса полей можно можно мне совет дать насчет лени потому что я самый легкий человек на свете ну по крайней мере я так так считаю и в принципе мне кажется что чем больше у тебя ответственность не за себя за кого-то вокруг тебя тем больше это помогает и то что я сделала мне заняло два дня сделать их поступок решиться но я подобрала бездомную собаку в Индии привезла ее сюда вот и сейчас я знаю что я не хочу вставать в шесть часов утра но мне просто нужно потому что это живое существует меня зависит это конечно может быть как-то ограничивает его свободу он мог выйти по улицам бегать там жить спокойно но я вот пообещала себе что я буду с собой встать вот так же чтобы он был так же хорошо со мной как и на улицах в Индии потому что я в слезах ходила там от в садку в садку спрашивала что мне делать ввести его на феву чтобы ему там было хорошо и уютно и взять его с собой потому что я не знала что это большая ответственность и это живое существование со своими свободами это другая вещь которую я хотел сказать когда у человека есть либо ответственность либо конечно ясное понимание того что ему нужно делать и они тоже уходят лень это состояние как раз вот такой вот некой разодранности когда человек собственно не знает что ему делать и так как он не знает куда направить свою энергию нету непосредственно объекта приложения этой энергии то это превращается в такое состояние паралича какого-то парализованности и пассивности литаргии но в конечном счете еще раз с точки зрения психофизиологической это влияние тамаса и когда если вы будете внимательны читать Бхагавадгиту там есть несколько стихов где Кришна говорит Арджуне отбрось литаргию и лихорадку восстань и сражайся это реально значит отбрось тамагуна и раджагуна отбрось гуманевежество или лень литаргию и отбрось влияние тоже лихорадочное влияние страсти раджаса восстань и сражайся сражайся значит пойми свою цель пойми что ты должен делать в чем твое предназначение смысл вот и это перекидывая мостик тому что сказала девушка о собаке когда у человека появляется смысл видения цели смысл какой-то это у меня не уходит со мной безусловно вот это это и так как наш смысл лежит вне нас это очень важная тоже вещь которую я хотел сказать наш смысл всегда находится вне нас в каком-то деле который мы делаем в каком-то человеке который мы любим в каком-то живом существе пусть даже в этой бродячей собаке так в чем-то это мы мы должны реализовать себя вне себя часто это состояние или опять же такого внутреннего паралича безразличия оно возникает из-за ошибки которые человек допустил когда он пытался найти смысл в скажем так просто в своем некоем статусе благосостояния еще он не понял что ему нужно реализовывать себя во мне во мне в служении кому-то в служении какому-то человеку какому-то существу или еще чем-то и из-за этого себе неинтересно в конце концов что себе делать человек он для себя никогда не не приготовит обед из десяти блюд только сумасшедший пойдет на кухню и будет для себя любимого готовить что-нибудь быстренько сделает и съест для кого-то он двадцать блюд приготовит если он любит он будет это делать и он не будет испытывать ни лени ничего он будет жить этим ощущением того что он служит кому-то и он нужен кому-то в конечном счете чтобы избавиться от лени надо полюбить и лучше Бога собака тоже может а вот просто быстро я быстро ответил быстрый вопрос вот последний где было в Господе дальние силы поменять что я могу то что не могу смирение и и разума чтоб это отличить отличить вот где взять вот чтобы эти границы ну вот где этот разум взять чтобы знать общение этот разум определяется в процессе этот разум развивается или это понимание развивается в процессе общения в процессе нашего взаимодействия самый лучший самый простой способ с людьми более мудренными которые скажут вам это ты можешь изменить это в твоих силах потому что мы сами можем тоже до какой степени определить но это сложно нужна лучше какая-то точка отсчета человека который скажет это ты можешь с этим можешь спрятаться это просто прими смирись разум разум берется или развивается в том числе в процессе общения спасибо большое спасибо спасибо Спасибо.